Саша спешит. Стратегия, это правильно касается от каждого из нас, причём она идёт только на фронте. У нас, в России, здесь Москве. Это принцип «создание новой ценности новых богов» и за счёт этого убивают и порабощают не только наш народ, но и некогда свободный народ для Европы. Это не новый год, это не новый год. Сейчас всё, я говорю, что я. Поэтому, если ты хочешь за что-то сражаться, ты должен это любить. Прежде чем это любить, ты должен это знать. Поэтому мы должны знать и уважать друг друга для того, чтобы сражаться друг за друга. Поэтому мы должны быть сильными для того, чтобы брать ответственность за наших детей, за наше будущее, за наших сестёр, матерей, жён. И за наш народ, за нашу родину, за нашу землю. И за наш народ, за нашу родину, за нашу землю. Это внутренне. Если мы победим себя и становимся сильными, мы можем сражаться внешне. А мы их знаем. Это наши innerлые веи. Если мы их победим, то мы их победим. Мы знаем их ценности, их крючки, за которые они цепляют, прежде всего, наши внутренние, и порабощают нас. Поэтому то, что здесь, это укрепление воинов внутри себя. И эти ребята выходят из зала, они в разных слоях общества. В разных сословиях. Но они в одной организации. Нас связывают невидимые нити. И нас всё больше и больше. Скоро мы заявим свои права на то, что мы по праву, на то, что по праву принадлежит нам. И мы с ходили на то, что мы по праву принадлежит нам. Здесь вы видите, ребята, и они много, некоторые из ФСБ, некоторые из МВД, некоторые из армии, некоторые просто уличные там. Они все соотечественники, они понимают это. И то, что вы видите здесь, это всего лишь маленькая верхушка Айсберг. И действительно, УЗы братства, они могут настоящее, они возникают именно в боевых, это не боевая ситуация. Но эти ребята прошли друг с другом многие другие вещи, энергетики, горячие точки и так далее. И это тонкая, такая ментальная вещь между мужчинами, которая работает и которая помогает быть вместе. Но это не клуб по интересам. Это вполне жестко, поэтому мы должны быть жесткими друг к другу. На тренировке я нужно быть жестким. Для того, чтобы у них был стержень и они чувствуют плечо друг друга. Чтобы это была армия, которая стояла официально через определенное количество времени. Чтобы это было не так, чтобы у них был стержень. И это малая часть, что эти партии так говорят. И так будет все. И так будет все. У меня есть несколько психологических вопросов. Варфан, как вы любите? Что вы любите больше всего? Свой народ. Мой народ. Мой народ. Причем это не фанатичная любовь. Я знаю многие слабости, многие отрицательные черты, присущие сегодня современному моему народу. Это не фанатичная любовь. Я не знаю негативные канты моего народа. Но я знаю великое и прекрасное черты моего народа. Мой народ. Мой народ. Мой народ. Я реалист. Я не реалист. Я люблю, но когда становится совсем плохо, пессимизм. Я думаю, что это слишком плохое слово. Пессимизм. Я вижу маленьких вот этих светлоглазных детей, они у нас светлоглазных в большинстве с голубоглазых. Это наше будущее. И все те беды, и в том числе по вине самого же народа, который сейчас убивает и позволяет порабощать сам себя, они уходят в сторону. Ну, какие люди не начали ли это по-другому? Такие коленки от наших мест, которые были в это время, в основном, менялезые глаза, и благотура. А у них благотворительные глаза. Что вы больше всего ненавидите? Невежество и трусость внутри, либо человека, либо народа. И тьму, то тьму, то скверо, которое мы все определенные силы навязываем всему миру свои ценности. Которые не свойственны некогда свободным народам, которые приняли их богов деньги. Плати, потребляй. Мы можем быть счастливы. Мы сильный народ. Нужно только проснуться. И иметь смелость, как это делали наши предки, стряхнуть просто из себя эту сторону. И как это делали наши предки. что мы делаем, чтобы все это слепо и дуистое от нас из-за того, что мы делаем.